Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу пророка Захарии. Последние три главы этой книги, 12, 13 и 14, иногда исследователями выделяются в отдельный раздел. Некоторые исследователи называют эти главы даже Трито Захарий. Делимитатор начала присутствует в начале 12 главы. Пророческое слово Господа об Израиле. Мы видели, что в начале 9 главы есть подобный делимитатор начала, тоже начинается 9 глава также. Пророческое слово Господа, только не об Израиле, а на землю Хадрах и на Дамаске. Основное содержание этих глав, 12, 13 и 14, эсхатологическое и мессианское эсхатологическое даже. Речь идет о последних временах, о Дне Господнем. Эти именно выражения будут тот день, День Господень встречаться и в 13 и в 14 главах. И здесь говорится о Суде Божьем, последней битве эсхатологической и, конечно же, о том грядущем новом Царстве Божьем, о Новом Иерусалиме, которому особенно много посвящено место к концу этого раздела, то есть заключительной 14 главе. Итак, пророческое слово Господа об Израиле. Господа. Не Захарий слово. Захарий лишь посредник между Богом и народом израильским, чтобы передать народу божественную весть, божественное послание. В этом, собственно, состоит служение всех пророков. Пророки – это посредники между Богом и человеком для передачи людям божественного известия, божественного послания, слов о том, что нужно делать в настоящем или что случится в будущем. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит. Вот это, собственно, первый стих – это слова Захарии. А дальше уже пойдет со второго стиха прямая речь самого Господа, которую Захария транслирует. Ну, Захарий или тот пророк, который составил эти заключительные главы, один из духовных, можно сказать, наследников Захарии. Ведь часто с девятой главы по четырнадцатую авторство этих глав не считается принадлежащим в научной литературе тому, кто составил первые восемь. Тому, о ком идет речь, прямо называется автор, в начале книги Захарии, жившей в VI веке до Рождества Христова. Эти главы с девятой по четырнадцатую и, в частности, последние три, вот эти двенадцать, двенадцать, четырнадцать, они написаны, есть много косвенных признаков, да и прямых тоже, что они написаны позднее. Позднее уже, возможно, не в персидскую эпоху, а в начале эллинистического периода истории. Господь, Он распростер небо, небо как шатер, небо как кожу, небо как какая-то ткань, и потом небеса, как свиток совьются, такое есть у пророков. Вот Господь, Он распростер небеса, небеса, шамай, мгаракия, все это создал Господь. Здесь язык поэзии, язык поэтический. Пророческие книги – это не учебник по естественной истории, это не учебник по естествознанию, по космологии и так далее. Захария – это учебник духовности, это учебник божественного слова. И большинство пророческих текстов, книга Захарии почти целиком, они в форме поэзии. А для поэзии свойственна метафоричность, образность, использование гипербол и много-много разного чего, всего того, что есть в поэзии, используется как поэтические приемы, характерные для поэтических пророческих жанров. «Распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, все создано Богом, и человек венец творения, и дух Божий в человеке, и в думу, в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Душою живою, как читаем мы в первых главах Библии. «Вот я сделаю Иерусалим, чашию иступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». Вот эта тема «Осада Иерусалима народами», последняя эскатологическая битва народов с Иерусалимом и с народом Божьим, она здесь в 12 главе начинается, усиливается вся эта тема в 14 главе заключительной. И то, что произойдет в последние времена, эскатологическое здесь содержание, это еще будет, это пророчество еще не исполнилось, оно еще ждет своего исполнения. И вот сравнивается здесь Иерусалим с «чашею иступления». Вот этот образ тоже часто используется в библейских текстах. Чашу будут пить до дна, выжимать даже дрожжи все нечестивые земли, нечестивцы, которые живут на земле. Вот здесь эти нечестивые народы окрестные, постоянно враждовавшиеся с Израилем, они, будет для них Иерусалим не добычей вожделенной, а будет для них чашей иступления, которые они из руки Господа примут и выпьют до дна. Они будут побеждены, эти народы, и все их замыслы не исполнятся, они напрасно метутся и напрасно замышляют тщетное, как говорит псалмопевец. И будет в тот день, тот день, айом агу, это синоним выражения айом плюс тетрограмма, день Господень означает одно и то же. День Господень у пророков полтора десятка раз примерно используется, а вот тот день или те дни иногда гораздо чаще. В общем-то, речь идет в большинстве случаев об эсхатологическом дне суда Божьего. Впрочем, иногда, как, например, у Исаии, день Господень означает субботу, но в большинстве случаев носит это выражение тот день или день Господень, асхатологическое значение. «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Все народы земли, чукчи, папуасы, все соберутся против Иерусалима для вот этой последней эсхатологической битвы. Многие пророки о ней говорят и пишут. Вспомним хотя бы удивительные главы Езекииля, 37-ю и так далее, где говорится об этой битве, Гога и Магога, эсхатологической битве, долина Армагедонская и так далее, потом Апокалипсис Иоанна вспомним в Новом Завете. В общем, везде развивается вот эта тема, и у пророков Ветхозаветных, и в Апокалипсисе Новозаветном развивается тема последней решительной битвы добра со злом, Бога с народами. Господь вступается за свой народ, народ Божий, избранных своих, и выступает верховным главнокомандующим армии своего народа. Поэтому он часто называется Господь Саваоф. Вот дальше здесь в этой главе, в пятом стихе, тоже будет сказано Господь Цаваот. Цаваот, Господь армии. Цава, это армия. Цаваот армии. Господь Цаваот, Господь воинств. Господи сил с нами будет. И будет в тот день, да, тяжелым камнем. Невозможно народам, как бы много их ни было, какие бы полчища у них ни были, какое бы суперсовременное оружие, самое смертоносное, какое только может быть, и какой еще способен будет изобрести к тому времени человек, а человек изощряется в изобретении оружия массового поражения, массового уничтожения, оно становится все более совершенным и все более гибельным для людей. Все это не будет иметь успеха. В конце концов, победа будет за Господом и за святыми его. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием. Кони-всадники, понятно, именно так. Такое вооружение было в армии того времени. Но сегодня мы бы сказали, вместо всадников сказали бы управляющих ракетным оружием стратегического назначения, пилотов, истребителей, бомбардировщиков, танкистов и так далее. Все то, что здесь называется наездники, всадники, вот они будут, как и их оружие, поражено. Поражено. Бешенством, безумием будут поражены. И на дом Иудин отверзу отчимой. Всякого же коня у народов поражу слепотою. В слепую будут бить, куда ни попадя, армии эти, а Иерусалиму, городу святому и его обитателям вреда причинить не смогут. И скажут князья Иудины в сердцах своих, то есть в глубине своей экзистенции, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. Князья Иудины, правители народа Божьего, в сердцах своих признают, что сила, это жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. Сила в Господе. Сила там, где Господь. Вот за кого Господь, те и побеждают. Поэтому вопрос, в чем сила, брат, она простая. Сила в Господе Саваофе. Вот с кем Господь, у того и сила. Все остальное, это бессилие. В тот день я сделаю князей Иудинах, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населены будут, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Иерусалим никуда не сдвинется. Там Святой Град, там его место, и там он будет, Иерусалим, в Иерусалиме. Такое необычное выражение здесь. Вот. А сам Иерусалим здесь будет словно жаровня с огнем между дровами и горящий светильник между снопов. То есть внезапно вспыхнет это пожарище и попалит всех неприятелей. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. Давид, его дом, царская династия Давидова не должны возноситься над другими представителями народа Божьего. То, что здесь называется шатры Иуды. Не должно быть внутренних противоречий внутри Божьего народа, не должно быть борьбы за первенство. Понятно, что первенство у дома Давидова в иудейском народе, но не должен этот самый дом Давидов надмиваться над другими и возвеличиваться. Поэтому Господь сначала возвеличит все шатры Иуды, а потом среди него уже величие от этого дома Давидова проявится. В тот день, в день Господень, в день Божественного Суда, эскатологической битвы, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. И самый слабый между ними, жителями Иерусалима, в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. Очень интересный стих. Давид, мы помним, победил Гольята прощным камнем обычным, который был в его пастушеской сумке, гладкий речной камень, который он раскрутил с помощью прощи, метнул и попал прямо в лоб этому самому Гольяту, филистимлянину, и потом взял меч этого самого Гольята и отрезал голову. Всем известная история из книги Царства, из книги Самуила. Здесь говорится, что каждый, каждый воин, каждый житель Иерусалима, с кем будет Господь, сам защитником этого города выступает Господь, они будут сильны, жители Иерусалима, народ Божий, каждый, как Давид, представляете? Никакое другое войско не сможет их победить. А дом Давида будет как Бог, необычное выражение. Ну, Элогим часто используется в значении сильный или в значении судья. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, Господь стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Вот эти псалмические выражения можно переводить не в сонме богов, а в сонме судей, каких-то правителей сильных и так далее. Слово Элогим можно перевести не как бог, а дом Давида будет как наисильнейший, как ангел Господень пред ним. Но все-таки большинство склоняется, что здесь следует переводить через бог. Вот это слово Элогим. Дом Давида будет как бог. Вспомним историю Книги Исход, вот где Господь повелел Моисею идти, вывести народ из рабства и сказал, что ты для фараона будешь богом, а Агарон будет твоим пророком. Ты ему будешь передавать слово, а он будет произносить. Вот для фараона Моисей как бог. Как бог. Вот так же здесь дом Давида будет как бог. то есть возвеличен, возвышен дом Давида. Как ангел Господень перед ними. Ангел Господень или ангел лица Господня это самый Малах Адонай, Малах плюс тетрограмма, самый близкий к Богу исполнитель его воли. Ангел Господень. Очень важное значение этот ангел Господень принимает в заключительной книге входящей в книгу 12 в книге Малахи пророка. Там об ангеле Господнем очень говорится что-то чрезвычайно важное. Но тема у нас книга Захарии, поэтому мы не отвлекаемся. Идем дальше. Девятый стих. И будет в тот день, в день Господень, я истреблю все народы нападающие на Иерусалим. Ну, нечто подобное, слабое, конечно, такое вот подобие этому было в 67 году 20 века, когда действительно все окрестные народы, вот вышло 12 главе, мы про окрестные народы читаем, были внезапно истреблены Господом. Они все со всех сторон, с севера, из Ливана, с востока, с Иордании, с Сирии, с юга, из Египта, все они ринулись, сломанулись в едином порыве, стремясь уничтожить израильское государство молодое, и Иерусалим захватить, но в течение шести дней, шестидневная война, они были поражены величайшим поражением, это действительно одно из чудес, не только военного искусства, но и чудес Божьих. Исполнились в каком-то начатке вот эти слова этого пророчества, 9 стиха 12 главы, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, но это лишь прообраз того, что случится в эсхатологической перспективе, в том грандиозном последнем эсхатологическом сражении всех народов против Иерусалима и народа Божьего в той Армагеддонской битве. Она Армагеддонская, потому что Армагиддо, Гарамагиддо, но она охватит всю святую землю, Израильская долина и окрестности Иерусалима и все, о чем мы читаем у Захарии, это тоже будет полем сражения и произойдет там заключительное. А после этого уже все. Оружие людям больше будет не нужно. Перекуют люди мечи на орала, копья на серпы и не будут более учиться войне. То есть наступит полный, вечный, несокрушимый мир, который мы называем Царством Божьим. Но перед этим будет вот все то, что здесь описано. В тот день истребит Господь народы, нападающие на Иерусалим. Как истребил Господь все народы, нападавшие на Иерусалим в 67-м году 20-го века, так истребит и еще в большей степени истребит Господь тех, кто ополчится на Иерусалим в тот день, в день Господень. Десятый стих. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Вот такой десятый стих, он несколько, несколько, как бы, общая тема слегка меняется, и тональность, тональность, главное, меняется. Здесь понятно, что в христианской экзегезе это носит, этот стих носит мессианское содержание, это мессианское пророчество, исполнившееся на Христе, на Иисусе Христе, и еще, быть может, оно исполнится еще раз, когда все народы, и израильский народ, и все народы на него нападающие, воззрят на того, которого пронзили. Этот стих вспоминает Иоанн, когда описывает распятие Христа, и цитирует, как в ином пророчестве сказано, воззрят на того, которого пронзили. Иоанн цитирует, и в синодальном переводе это так, не по еврейскому тексту, и даже не по переводу семидесяти, а по переводу феодотиона. На самом деле, в еврейском тексте, в Септуагинте, здесь прямая речь, воззрят на меня, которого пронзили. Прямая речь, если не Господа, то его представителя, Машеха, Мессии. То есть, здесь вот, в еврейском тексте, в оригинальном, и в греческом переводе семидесяти, здесь местоимение другого числа, первого числа, на меня, которого пронзили. Но феодотион переводит на него, которого пронзили, и перевод феодотиона применяет в своем Евангелии автор четвертого Евангелия, Иоанн, и вот синодальный переводчик тоже переводит возряд на него, которого пронзили. Вот. Алай, Элай, точнее, на самом деле, в еврейском тексте, на меня. Да. Раб Господень, о котором мы читаем у Исаии, особенно много, вот, четыре песни раба Господня. Видимо, здесь тоже вот раб Господень, Мессия, Избавитель, и это и израильский народ, это и Мессия израильского народа. Да, это все будет в тот день. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададремона в долине Мегедонской. Здесь вспоминается какое-то историческое событие, когда большой плач, погребальный плач поднимался о многих павших в этой долине воинах. «И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо, жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо». Все будут рыдать, особенно вот здесь упоминается племя дома Давидова, племя дома Нафанова. Здесь Нафан, Натан, это не пророк Натан, который обличил Давида в его двойном преступлении, а это сын Давида Натан, у Давида были сыновья, и мы читаем, что у него родились сыновья Натан, Шломо, Соломон и так далее. Во второй книге царств в пятой главе в четырнадцатом стихе говорится о рождении Натана от Давида. Видимо, идет речь о потомках этого самого сына Давидова Натана, тезки пророка Натана, в снидальном переводе Нафана. Племя Дова Левина особо, Левиты и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Не племя Симеонова, это не один из родоначальников колен Израилевых здесь, а здесь имя в еврейском тексте Шим-И. Шим-И, согласно книге чисел третьей главе, это сын Гершома. У Левии и у Левия было три сына, один из них Гершом, Гершом, а вот от Гершома родился Шим-И. Вот, племя Шим-И, то есть отдельно почему-то Левиты и отдельно племя Шим-И будет плакать, будут оплакивать, потому что много будет дух благодати, дух умиления и возряд на Того, Которого пронзили. Все обратятся, и народы, и Израиль, все обратятся к Тому, Которого пронзили, то есть признают в Иисусе Христа, Мессию. Пророчество, несомненно, носит мессианский характер. Да, и заключительный стих 12 главы звучит так. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Племена, то есть здесь плачет прежде всего израильский народ, вот, дом Израиля, и все племена этого дома, все семейства. Почему плачут? Потому что на них Богом излит дух благодати и умиления, и они воззрят и будут скорбеть о том, о пронзенном, то есть о Христе, как скорбят о первенце, первенец Израиля, Иисус Христос, его пронзили, неправедно осудили, пронзили, и один из воин копием ребра и го прободе, ябе, из иди, кровь и вода, римский воин. И вот наступит тот момент, когда воззрят в покаянии, в умилении по действию божественной благодати, воззрят на того, которого пронзили, будут сожалеть о содеянном их отцами и покаются, и будут рыдать, и плакать, и, несомненно, будут помилованы и спасены. Запись сделана для библейского портала exeget. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...